Белый дом недоволен действиями Ирана в ядерной области. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил телеканалу CNN, что у Тегерана наблюдается, цитата, «выраженная практика приближения прямо к границам» соглашения 2015 года. По словам Тиллерсона, президент Трамп хочет, чтобы Конгресс устранил, как он выразился, «ряд слабых мест в договоре» и рассмотрел гораздо более широкий список угроз, исходящих от Ирана в связи с его дестабилизирующими действиями на Ближнем Востоке. Власти Ирана должны быть нам подотчетны. Мы не можем позволять им поддерживать терроризм по всему миру, как они это делают. Мы не можем позволять им испытывать баллистические ракеты, ибо это приведет к тому, что у Ирана будет ядерное оружие. Далее возникает вопрос, что будет с ядерными программами Ирана, которые по договору замораживались на 10-15 лет. Многие демократы в Конгрессе раскритиковали решение президента Трампа отказаться сертифицировать, что Тегеран соблюдает соглашение. Республиканцы, наоборот, рассматривают этот шаг, как возможность усовершенствовать договор. В рамках договора у Ирана есть то, что я называю «окольная дорога к развитию ядерного оружия». Этот пункт необходимо исправить. И я надеюсь, что Конгресс займется этим, а президент проведет больше консультаций с нашими союзниками, поскольку договор является многосторонним. Решению администрации Трампа аплодируют власти Израиля, о чем официально заявил премьер-министр Нетаньяху. Я поздравляю президента Трампа с его мужественным решением. Он смело преградил путь к террористическому режиму Ирана. Официальный Тегеран воспринял такую установку Вашингтона в штыки и попытался представить дело так, что Белый дом не может пользоваться политическим доверием. «Кое-кто сказал, что нынешняя администрация США осуществляет доктрину аннулирования. Эта администрация выходит из всех соглашений подряд. Нафта, ТТП, ЮНАСКО. Люди больше не могут доверять слову Соединенных Штатов. Международные соглашения требуют уступок. Но никто не станет делать уступки Америке, потому что они знают, что придет следующий президент США и заявят, что этого недостаточно. Это нас не устраивает». Вопреки настрою властей США, их европейские партнеры не раз высказывались в пользу того, чтобы сохранить действие договора, как обеспечивающего стабильность в ядерных вопросах. В руководстве Евросоюза дали понять, что у Дональда Трампа нет права отменять этот пакт в одностороннем порядке. «Соглашение с Ираном впервые продемонстрировало возможность путем переговоров предотвращения войны и предотвращения того, чтобы страна стала обладателем ядерных вооружений. Ликвидация этого соглашения будет означать, что другие страны мира не будут больше полагаться на договоры такого рода. Соответственно, опасность здесь в том, что ситуация касается не только Ирана». Действительно, дело не ограничивается ядерными программами Тегерана. В случае успеха в иранском вопросе Белый дом, по словам госсекретаря Тильверсона, будет рассчитывать на очень жесткое соглашение из Северной Кореи в цели прекращения программ Хиньяна по созданию ядерного оружия.